Друзья, всем привет! С вами Будда Гришна. Вы знаете, что Валерий Милат записал видео, не просто написал какие-то слова у себя в социальных сетях. Он записал видео с осуждением политической ситуации, чем вызвал волну гнева. Его начали концерты отменять, организаторы перестали сотрудничать с ним. И он заявил о том, что уходит со сцены, уходит из шоу-бизнеса. Заявил об этом во всеуслышание, сказал, что вернется к своей профессии, очищать воду. И дело все в том, что уже на корпоративе в Екатеринбурге, прирученном к Дню России, он был замечен 12 июня. Ну, корпоратив корпоративом. Ну, теперь анонсирован вполне его, так сказать, полноразмерный, полномасштабный концерт в Азербайджане. Он состоится в среднем, билеты стоят по 11 тысяч рублей. Люди, так сказать, удивились, сказали, что ну как же так? Ты же говорил, что ты уходишь. Как же ты вдруг, так сказать, вернулся? Больше не можешь заработать никак, только здесь, только открывая рот. Меладзе поспешил оправдаться, он говорит, музыка остается моим любимым делом, хотя я и потерял всяческий интерес к шоу-бизнесу. То есть к шоу-бизнесу он и утратил интерес, но все-таки, наверное, поочищал воду и понял, что столько, сколько открывая рот, он точно не заработает. Ну и, естественно, в России он не может организовать концерт, и вот, собственно говоря, Галкин с китайцами по миру выступает везде, так сказать, а здесь Меладзе. Ну, Меладзе хоть не шутит о России, в этом смысле, а поет свои песни. Для меня перестали иметь значение форматы песен, продолжает Меладзе, количество ротаций на радиостанциях, участие в съемках на телеканалах. Я знаю точно, что мои песни уже давно живут и будут еще долго жить своей жизнью благодаря моим слушателям. Все они, конечно, вызывают сразу к слушателям. Друзья, ну, я скажу так, что, конечно, с моей точки зрения, всех, кто выступал против, необходимо проверить на связи, потому что это шоу-бизнес. И я считаю, что это была, так скажем, часть давления на общество в первые дни, когда была полная неразбериха. Да, она и потом была, но в первые дни особенно для того, чтобы подтолкнуть людей, выступить против и так далее. То есть, ну, для меня лично, я не утверждаю, что это так. Да, я вот говорю, как я это расцениваю, как гражданин России. Это своего рода, знаете, диверсия такая. То есть, подтолкнуть своих подписчиков, миллионы подписчиков, к определенным действиям. Ну, вот поэтому, вот я это так расцениваю. И Меладзе полностью не поддерживаю. И я считаю, что если мужчина сказал в данном случае, то он должен сделать. А у нас есть исполнительницы, исполнители, которые каждый год уходят со сцены и все продолжают петь. По ушам ездят люди, мы продолжаем петь. То же самое. Друзья, интересно ваше мнение, что вы думаете на сей счет. Может быть, кто-то из вас идет на концерт в Азербайджане, а может быть, специально едет. Я тут в комментариях нашел таких. Поэтому вот сколько ни говори, из-за таких людей, собственно говоря, он будет собирать дальше залы и чувствовать, что все в порядке. А потом скажут еще, что хорошего человека обидели, как правильно в комментариях написали. Когда скажут, что можно в Россию возвращаться. Потому что денег много. Друзья, с вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно, ссылочка в закрепленном комментарии в описании для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал. Подписывайтесь на резервный канал Будда Гришна. Новости здесь в YouTube, чтобы мы с вами не потерялись. И телеграм-канал Будда Гришна. Новости там политика и не только с моими комментариями. Друзья, успехов, здоровья. Всем пока, до встречи.